камень шоу влады ой что ж друзья еще раз всем огромный привет доброго времени суток или доброй ночи юрия терещенко почему-то я тебя не слышу из не слышу в общем-то карта оверпас друзья и здесь конечно же все ложится опять же на руки грозных шведов не будем забывать что буквально недавно в рамках эпицентр москва у ребята из ниб показали себя в группе хорошо но ввиду правил группового этапа не прошли опять же в плей-офф и на е-лиге надо из группы точно выходить опять же один из главных турниров для этих ребят честно скажу ставил на французов об этом уже вам рассказывали наши аналитики но у меня есть здесь свои мысли по поводу французской команды не на французов 100 на французов что а вы с лениным поставили на найпи оба ой 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 посмотри что творится в пистолеточки плохо дело у французов шокс-1 против двоих зисты гитрайт парочка очень даже опытных ребят и на шокс-1 против выход еще не все плохо это да это кстати очень даже опасно и что придумает шакси ум отличное позиционирование от шведов так знаешь уже вот все таки швед все таки швед ну как-то вот задобрил мою ставочку действительно говорит что не будет постараются попотеть за деньги дяди юра ведь он и так слива 10 баксов на команде это фокс ну целых 10 долларов боже мой юрий ты переживешь опять же почему зададутся наверное многие вопросом почему же все таки вот в рамках игобой шоу я выбрал французов а я вам не скажу я вам просто не скажу потому что не буду раскрывать свои источники но тем не менее тем не менее я считаю что они здесь действительно могут сыграть очень качественно но плюсом является конечно же карта overpass небольшая наверное обида за опять-таки проигранную стар серию в свое время не будем забывать что там финале непы вообще два шансов не дали просто 2-0 закопали на двух картах overpass там кстати тоже присутствовал но игра была очень близкая касательно таймингов не касательно счета по той лишь причине что вот все сводилось к тому что просто году они начинали стрелять по своим соперникам кстати вот из того что заметил и также наш пристальный зритель обратил на это внимание стоит отметить что гитрайт но действительно последнее время набрал как форму так и в массу но такое тоже возможно опять же начали откармливать гитрайта киберспортсмены народ простой хорошего киберспортсмена должно быть много здесь наверное по принципу снекса действует вот действительно у снекса все получается и гитрайт ну рано или поздно будет весить тоже килограмм так 150 так смитцы как всегда попал но не убил такое часто бывает последнее время у французского снайпера так гитрайт сыграл опасно и вот здесь нужно было браться в стрельбе ребятам из г-2 но к сожалению доигрывает они этот раунд просто как загнанный в угол мыши ну самое загнанное это был тот самый боди который пытался сделать максимум для своей команды тем не менее но этого сделать не удовольствием кстати вот это ведь финалы старсерии сэллиг сезон 2 те что были в городе киев дворец украина 16-7 победа nip на карте кэш и 22-18 на оверпассе именно поэтому здесь я оставил на французскую команду потому что оверпасс это очень близкая карта и все решаться будет не в первой половине даже не в середине 2 а в самый самый что ни на есть пикантный момент это последние раунды 28 29 возможно мы увидим овертаймы потому что эти две команды любят друг другу опять же любят друг у друга играть на нервах что наверное самое главное но для нас это с вами определенно будет зрелище которым стоит полюбоваться итак nip планирует свою атаку вновь через длину один игрок остается в коннекторе контролируя проходы с болота и на болото и один человек отыгрывал монстра под б правда вот уже начинается перетяжка опять же медленно будут наступать на бронительные позиции торопиться сейчас не вам смысла никакого нету но опять-таки же все девайсы четко понимают что соперника 100 процентов в экономический раунд с большой вероятностью там будут юспи тактика ну и только у скрима из дигл удастся ли как-то огорчить nip в этом раунде французам пока что непонятно но укрепление на пуенте довольно таки солидно как видим раскидка гранат и пока что только шок поработал по шведам а вот выпад от смитца и минусы сделать не удается как всегда кстати посмотри что по здоровью там все очень даже опасно 14 11 это форст и майкель здесь 40 но пределы внимательности здесь сохраняет хороший хэдшот вот знаешь тут реально уже можно было кричать шокс о боже сейчас вот-вот что-то произойдет на успокоили опять же шведский стиль игры против французов всегда вот в нем знаешь преобладает такая стабильность даже в самом замесе когда вроде бы происходит хаос при выходе или удержание точки у шведов не опускаются руки и вот это вот хладнокровность она их страхует здесь кстати именно так зисто сыграл хладнокровно знал навелся убил 3-0 первая оружейка до в итоге за два экономических раунда французы выбили аж 4 девайса из рук шведской дружины ну и тем самым ну хотя бы немного подбили шведскую экономику а в первооружейном пока что без снайперских винтовок отыгрывают обе команды почему-то игнорируют этот девайс но если с французами все ясно понятно они закупались после проигранного пистолетного и на вп денег просто-напросто не хватает то не пыль ну действительно видят свою атаку без а вп ну пока хотят видимо все-таки играть кучкой до контакта у них это в принципе уже получалось вот пикантный момент с подвала скримы не хватило стрельбы смотри там еще и красный смитт правда фрайберг тоже покраснел ну тут по моему прострелом сейчас мог догнать гидрайт но забрал все таки там вообще просто моментальная атака пока пока они веселились на центре длина прошла вообще не замечены просто в точку что за беспредел кстати вот заметь пока что идеальное чтение действий своего соперника в исполнении команды nip а вот g2 но этим похвастаться пока что не могут нас тут петрик заблудился друзья тем временем потерялась потерялась и просто это потерялась и что ли и так g2 шокс сэвид девайс и вот он фраг года просто для шокса сожалению конечно знаешь команде к2 фрагов достанется на сейвах много но вот нам бы не сейвы смотреть а приемы опять же после киева они должны были уже как-то команде nip морально более стабильными 40 40 денег снова нету а инициатива у шведов как кстати девайс удовольствовать за сейвит только боди шокс погибает на последних секундах от рук майки леле ну и да действительно ситуация в которой оказались французы пока что очень очень неприятно майки леле майки леле человек которого взяли один раз в нип но он очень много ныл во время игры потом его выгнали из команды не по потом взяли обратно потому что он самосовершенствовался все это время вот интервью гидрай ты читал ну а пока что друзья мультипликационный ролик выход на в пленг зис 1 в атаке ну изи катка для кзи стуки вообще без проблем заходит на бэп лент и по идее все подходы здесь уже заняты боди правда еще не сдается закидали есть у него шансы сыграть оптимально оптимально стоит очень четко сейчас должен был попадать прав фрайбергу и какая боль не хватило буквально одной пули можно но мы бы не говорили о выбивании но уверенном размене бы можно было заметь если бы забирала дома боди продолжал бы нагнетать ситуацию до базы боя и действительно ну французы могли рассчитывать как минимум на уверенный размен максимальный размен там даже знаешь остался бы может быть один человек слушай ну гидрай ты конечно усы просто вообще такие фантастические я не знаю почему но если на него одеть шляпу он как этот знаешь детектив не надо шляпу одевать ему надо вот здесь выбрить немножко это будет вылитый адольф короче кто смотрел сериал жизнь на марсе там вот все мужики были такие подожди адольф до марса не добрался я тебе не про дольфа я тебе про сериал жизнь на марсе так вот суть в том что марсиане на очень очень был бы похож там на одного детектива сыщика но на самом-то деле гидрайт еще тот сыщик но в контр-страйке кстати еще та ищейка действительно ведь выполняет роль люркера и вот знаешь вот действительно такое ощущение что профильные усы у гидрайт и так шокс первый минус со второго закупочного раунда удается все-таки открыть французам счет свою пользу и сейчас будет разыгрываться длина и вот здесь стратегия команды не было полностью прочитано теперь г-2 понимают что из-за длины они отдали целых три лишних раунда но перестрелка впереди и самый ответственный момент нужна помощь от смит остается красный ай-яй-яй больно смитца ладил смог ладил молотов прячется пытается убежать опасный смог также от их совет его соперника ну и в общем-то на пи в меньшинстве не торопятся понимая что еще в запасе очень много времени попробует сыграть осторожно подобравшись опять же тот самый люркер сыщик гидрайт изменил немного ситуацию в раунде но попил на пройти не удалось 3 в 2 меньшинство для найпи как приговор на окончание раунда пора бы уже проснуться французам действительно этот раунд надо забирать потому что в защите на оверпассе в случае поражения в этом будет ой как непросто и так forest exist парочка которые пытаются отработать до конца но против мощнейших выстрелов в арпике поделать шведы ничего так и не смогли 5-1 г-2 размочили счет на карте оверпасс ну наконец-то что-то получается у француза ну или почти получается один опять сопыч соточка горит соточка да не у меня не горит на самом-то деле у тебя не горит а соточка горит соточка пускай горит ради бога мне не жалко так чё там пишет усы гидрайта самые красивые и сексуальные усы на е-лиге на е-лиге переводчик да не у люрписа пожестче было кстати да вот могут поконкурировать ребят и так продолжается матч и команды найпи по-прежнему не меняя опять же изначальной стратегии запускает гидрайта в зиг и пытается играть отталкиваясь от его информации ну опять же друзья позиция на болоте она всегда позволяет контролировать любые перетяжки от соперника если это быстрые перетяжки то есть оппонент топает и гидрайта сюда не просто так отправили он будет выслушивать бы плент но пока пока французы не полились они стараются сохранить интригу в своих позициях до последнего это возможно спасет этот раунд но мы об этом узнаем чуть позже так сменяется вектор фраберг проверил коннектор но опять таки выход теперь планируется под б отказались от инициативы действовать по длине вот здесь у г-2 могут сдать нервы опять же по таймингу они слишком долго находятся в одинаковых позициях они не знают о зигзаге практически ничего ну да нет никакой агрессии в исполнении французов это может сыграть злую шутку и так четкий выпад под флешку рпк удается сделать минус боже что творит рпк квадрокилл нет не квадро это не квадро это всего лишь трипл тем не менее он спас здесь по моему ситуацию очень очень даже неплохо в живых только гидрайт это без шансов при выбивании от г-2 и рпк на ваших экранах так узнаешь что стоило мне сказать что соточка горит соточка там у кого-то сейчас полтиннички гореть будут там не только полтиннички ну в любом случае мы болеем за красивый контер-страйк за зрелищный кс не хотим такой катки как на картинюк это было действительно я-то ожидал на самом деле от эхофок что вот ребята там пособирали состав у них было времени месяца 2 до и лиги они об этом знали все прекрасно понимали осознавали подготовиться разберутся ну покажут реально покажут как минимум угру 2 американская команда на деле они лев толстой ну да есть такое что у nip на пи постепенно заканчивается экономика 3 ака 47 2 так девятых по раскидке вроде бы все нормально и на этот раунд гранат должно хватить шведам чтобы ну как-то качественно вскрыть оборону команды геймерс 2 сгореть в своем молоте вот знаешь осталась вторая привычка геймерс 2 ведь ушли от этого названия это г2 и спорс друзья мы извиняемся это на самом деле команда называется г2 это был у них ребрендинг поэтому приносим дикие извинения ну или не дикие просто просто извинения просто дикие а тем временем выход в а плент и скрим уже чувствует что где-то здесь находится тройка злобных шведов как прикрывает гидрайт еще и к работе подожди 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 будет заходить со спины и это не стандартная позиция с учетом того что авик есть на он выиграет время и боди должен уже действовать как можно быстрее почему он не бежит в спину я не понимаю почему там крадется на шифте отдается инициативу проход в плент идеальный прием от рпике но все равно бомба будет установлена и вот боди появляется вроде бы в нужный момент но что творит эллисун великолепные усы в исполнении гитрайта ну творят чудеса в этом раунде третий минус от гетрича и ситуация два в два боди боди в этом раунде слажал на уровне ошибка ошибка в позиции от рпике и блестящий эйс от кристофер эллисун да друзья вот так вот nip хотят выбраться финал венеров вот знаешь по моему вот покер фейс и шевеляться только усы они в восторге от действия гитрайта они просто сейчас вся швеция в восторге от действий гитрайта все шведки просто мечтают сейчас сварить супца гитрайтов видела как грустил смит с митц вообще грустный год блин у меня не такие крутые усы какой гитрайта и я не делаю такие крутые минусы как это делает Эли Сунт. Знаешь, по-моему, по-моему, вот как бы у... У ребят из Швеции со стилем все в порядке. И я никогда не ожидал увидеть у Гидрайта такие усы. Ладно, Люрпис, это одна история. Ладно, кто-то там еще был с усами. Самые известные с усами. Ну, Адольф. Нет. Самые известные усаты и усачки. Из игроков в Counter-Strike. А, ты про это. Самый был... Был. Досплыл. В общем, ладно. Остановимся на этой минутке офф-топа и вернемся в игру, друзья. Ниндзи в пижамах, атака беплент, выход с монстра, ловит блайн всей командой. И несмотря на это, начинают палиться, топать и Боди как бы должен быть готов встречать эту атаку, но в руках у него далеко не то, с чем стоит обороняться. Такое ощущение, что он в руках с лопатой принимал, когда увидел двоих выходящих. 5 в 3. Действительно мощный выход от NIP на базу B. РПК и Боди не смогли сделать даже минуса. Да и, если говорить действительно серьезно, укрепление у француза в этом раунде было как раз-таки на базу A. Прогадали G2 и с большой вероятностью постараются сохранить оставшиеся девайсы. Смитс и скрим должны бежать, руки в ноги и действительно, ну, пытаться скрыться. Где-то в тумане, правда, щейка команды NIP уже в поисках этих фрагов. Вот знаешь, чувствует Гетрайт, где находится его соперник. Сумеет ли сделать минус? Нет, Смитсон не переиграл. Ну, в такой ситуации что-то сделать ему было сложно. Ну, и французы здесь уже на пределе. Конечно, не считают они комбинаторику действий от шведской команды. Это даже досадно выглядит опять же со стороны. Но что происходит сейчас внутри у G2 нам пока с вами, к сожалению, неизвестно. Ну, можно лишь предположить то, что они чуть-чуть потерялись. Боже, Гетрайт просто великолепен с этими усами. Итак, вернемся в игру. Сегодня скидываю Гетрайт у мувик. Говорю, чувак, пошарь, пожалуйста. Ну, будь другом. А знаешь, что мне пишут? Мувик не в 60 фпс не буду. Дайте 60 фпп. Дайте 60 фпп. Я просто в шоке был. Друзья, замечательная работа на КССЛТВН, английском ютуб-канале от Антона Лунева. Вы можете зайти и познакомиться с этим мувиком. Ну, по-моему, это стоящая работа, которой стоит поставить лайк. Опять же, на русскоязычный канал не залили. Я не знаю, по какой причине. Тут я не знаю. Я кайфанул. Вот в очередной раз работа Антона. Ну, вот знаешь, вот смотришь и вот готов смотреть вот с самого начала до самого конца. Вот не было даже момента, когда я хотел бы его куда-то выключить, поменять или что-то такое. РПК. РПК сыграл в размен в ответственном раунде. И команда Г2 перетягивается сейчас на точку. Знаешь, вот очень рано, очень рано, подожди, мы забыли самого усатого, родного, Карася. Карася? Ну, Карася у вас же тоже усики. Еще те. Ну, Кирюха. Давай не будем про Кирюху, потому что у Кирюхи завтра сложный день. Ну, на самом деле... И очень противные соперники, если честно. Да. Реально противные по стилю игры, поэтому пожелаю удачи. Мощные турки. Ну, они по стилю игры очень... Ну, на самом деле, Ангел должен таких обыгрывать вообще на изичах. Сегодня же с героик вообще справились на уровне. Итак, выход на Аплэнд, снова Г2 не готовы встречать. Вот ловят на перетяжках, не считая даже эти перетяжки. Просто выходят на обум. Везение, не думаю, но... Это вот та самая игра на скилее. Ну, да. Вот шведы четко понимают, как действует их соперник в защите. Про Досю забыли. Друзья, ну, Доси титул самого сексуального игрока в Counter-Strike, по-моему, по версии Сизда, если я не ошибаюсь. То есть, Костин закатировал Столярова и вместе они кто? Надо, знаешь, надо реально провести такой конкурс, я уверен, что... Они про геймеры. Про геймеры. Итак, не знаю, отчаянная попытка команды от команды G2 сейчас была попытаться зацепиться за фраг. Вот теперь она суперотчаянная оказалась, потому что сдохли просто все. Что ж, 8-2 сухая, можно сказать, оформляется командой НИБ, за исключением двух раундов, которые G2 взяли только за счет индивидуального мастерства некоторых отдельных игроков. Опять же, командного приема мы до сих пор так и не увидели. НИБ действительно очень здорово и непредсказуемо действует против позиции обороны. Не знаю, как во второй половине будут себя чувствовать французы, но по итогу первой Ихмар... Опа! У Крис-Ж научился, походу. Опа-опа! Ну, скорее всего, будет перегровка этого раунда, так что, друзья, берем паузу. Вот как раз-таки есть та самая минутка, в которую вы можете вложиться и сбегать за вкуснейшим чайком, кофейком, потому что вам предстоит действительно очень насыщенная ночь Counter-Strike и лига на этом матче не заканчивается. А что залив был? Я тебе говорю, не у Крис-Ж научились, а техническая проблема. Да сгорел стул, снизу горит, посмотри. Знаешь, на самом деле, вот я сразу вспоминаю польскую команду. У них, когда игра не идет, у них сразу ломается компьютер, отходят наушники, виснет Тиму Спик, у таза болит нога, болит рука, болит глаз, нужна пауза, пора в туалет, еще что-то. И вот здесь, по-моему, РПК просто, слушай, чувак, тебе помочь? Мне он говорит, смотри, у тебя снизу горит. Да нет, все нормально, да все нормально. Стул, как он там называется? Макс на чего? Стул, наверное, антипригарный. У скрима точно, посмотрите на его выражение лица. Он смотрит на зрителей, как на зрителей. Ну и чувак, сей лиги, конечно. Вот я не понимаю, это админ или охранник? Или админ и охранник? В одном лице? Да, потому что у нас есть бухгалтеры-визажисты, там, наверное, есть админ охранник. Так, ну вот, что-то говорят, РПК, ты, говорит, в виде, РПК ему такой говорит, я сейчас как встану и тебе введу. Ладно, все не трогаю, давай сам разбирайся, решай вопрос. И менеджер такой французской команды, а я вообще не придел. Все, я удаляюсь. А я вообще не придел, все, давай, РПК захотел, все, нет. Итак, позитивное и невероятно мотивированное лицо Ричарда Папилона. Оно как бы нам сейчас намекает, что я злой, я собрался. Опять же, оптимистично настроенный Кристофер Эллисунд, вот он во всей красе. Ой-ой-ой, какие? Комбо, губки и усики. Просто уточкой. Уточкой и усики. Вот уточкой. Это имба комбо. И ты говоришь, не Адольф. Вот это просто. Друзья, в 2008 году стал первым в Монреале. Intel Extreme Masters 3 тоже забрал. Code 5 в 2009 первое место. Это, по-моему, в составе SK Gaming еще с Робаном. Там, кстати, как раз тогда, вот именно тот турнир Code 5 2009 года, это был старт большой карьеры, на мой взгляд. Вот капитана Карасева, Егора Маркелова, Джонта, они, кстати, первые, по-моему, на том турнире, кто сыграл вообще с Маус Спорт со счетом 15-15 еще в группе, и все прям были в шоке, как так. Как так, а почему в России такой команды нету? Вопрос был тогда только один. Итак, вернемся в игру, друзья. 8-2, 6 раундов разницы. Ниндзи в пижамах настолько впереди, что просто останавливаться уже не имеет смысла, и Форест пошел на респ. Что-то забрал, побежал к своим тиммейтам. Короче, фулл-контроль от НИП. Пора менять стиль игры, и Г-2 пытаются просинговать. Ой-ой-ой, как четко. Дистану Шиват, Смит, Скрим по минусу, НИП проблемы, видно, что тайм-аут пошел на пользу. Команде Геймерс 2 вот такая, вы знаете, вынужденная, да, вынужденная пауза, ведь это был какой-то лив от РПК, тем не менее, французы за, ну, вот, момент устранения этой проблемы действительно смогли обсудить, что же пошло не так. Подожди, пока жив Гидрайт, еще ничего не закончено, пока они живы вместе с Фрайбергом. Ага, тут подсадочкой решили подойти к решению вопроса. Ну, знаем мы, что шведы любят длину, и как раз-таки в этой ситуации тот самый момент, когда Задду как повезло! Повезло? Подожди, живой еще... Не, повезло в смысле скрима, то, что второй игрок открывался одновременно на той же позиции и смог забрать двоих. Ну, и за счет, смотри, прессинга и такой вот антикарты все-таки раунд берется. Да, французы сделали вывод, что если играть пассивно против команды NIP, то вряд ли здесь что-то получится. Первая же агрессия приносит максимальные плоды. Аркада длины, которые NIP были абсолютно не готовы, позволяет сделать команде геймерству два минуса, и дальше, опять-таки же, в непредсказуемых позициях французы дорабатывают какой-то по счету один из каранда и забирают третий в первой половине. Полностью согласен. Как аркада длины, так все. Как аркада. Как аркада. Как аркада длины, друзья. Все в порядке. Итак, NIP, прорыв. Как аркада, так и взятый раунд. Смотри, как аркада на длину пошли. Не, уже больше не пошли. Нипы отправляют. Нипы пошли, Нипы пошли на длину, при том, что очень быстро заняли, сразу понимая, что если там агрессия, мы их быстренько перестреляем. Но они тут-то было, ловушка готовится, правда, в меньшинстве это ловушкой не назвать, и Г2 сейчас в очень опасной ситуации. Удается скриму занять комфортную позицию. Ай-яй-яй, Смитс. И скриму нужно тянуть время. Ну, понимает гидрайт также здесь, что здесь есть еще один игрок защиты. Дым продлевается. Так, а посмотри, что там происходит. Там боди и РПК куда-то поджали уже. Поджим со спины. Играет скрим. Первый есть, второй есть длины, а третьим о туалетах известно. Скриму будет дожидаться. Но это гидрайт, и его стрельба может сейчас под скиллом. Что творит скрим? Три невероятных минуса РПК и Боди, которые заходили в спину уже. Но ищейка просто великолепна. Уси скилл! И он ловит РПК. А тем временем Майкель уже на базе боя устанавливает бомбу, и Боди абсолютно не понимает, что происходит, что творят шведы. Боди выбивает А. И вот знаешь, вот в этот момент я просто себя представляю на месте скрима. Говорит, ребята... Ты посмотри на лицо Боди, и... What the fuck? И лицо скрима нам видит... Говорит, я развалил на пункте троих без шансов, а... Ну, что сделали вы? А вы ничего не сделали, потому что запирали дуэтом со спины, а это на самом деле очень плохо. Так, первого закрывает, но со вторым уже вопрос решен, по идее. Тут все-таки... Ай-яй-яй! Опасно гидрайт? Почти-почти. Почти гидрайт, конечно, будет тянуть время. Боди без дефьюза, надо уходить. Но Кристофер Эллисон не отпускает в этой ситуации. Боди расстраивается. Но на самом-то деле французы сами виноваты в таком счете. Слишком мало игры от скилла показывают парни, оставаясь 2-3 либо 3-2 абсолютно не понимая, что будут делать за атаку Ниппу. Ой, Сопыч! Вот шведы выводы точно делали. Так, что там? Что там? Короче, максимальный сексуальный уровень. А, ну это я понял, да. Усы гидрайта покоряют мир. Слушай, ну надо перед турнирами отращивать просто. Вот знаешь... Нет. Усы отрастил, французов похоронил. Тут без шансов. Эх, если б в усах дело было, уважаемый Юрий. Я думаю, дело не в усах, а дело в их красоте. Потому что не у всех они красивые. Не каждый может гордиться такими сногсшибательными усами, что французы проигрывают. Что самое интересное, что вот в моменты, когда гидрайта показывают крупным планом, он действительно гордится своими усами. Кстати, ни разу же не показали Смитса крупным планом. А там нечем гордиться. Только гидрайта крупным планом показывают. Но гидрайт продолжает разваливать кабины команды Г2. Знаете, у нас в перспективе матч, который в первой половине будет напоминать первую встречу группы Б, а именно Virtus.pro.eho.fox. Там все закончилось быстро. Кстати, посмотрите, какая камера здесь на скриме. Я вижу его замечательную прическу. Да, я вижу воп. Я вижу бровь. Ну, и, в общем-то, давай сейвиться, друзья. Продакшн Е-лиги просто перхоть. О! Вот это! Я увидел перхоть! А как он так сел? Это реклама head and shoulders, на самом деле. А как он так сел вообще? А это что тогда реклама? Джилет? Джилет и спортс? Кстати, предлагаю, друзья... Г-2, Г-2, Джилет и спортс. Почему нет? Что ты предлагаешь? Куда-то на обложку женского журнала. Женский драйд. Я тебе говорю, это будет просто прорыв. Ты знаешь, там журнал Максим или там какие там есть женские... Я не в курсе просто женских журналов, но можно было бы на это посмотреть. Итак, уважаемые зрители, дамы и господа, те, кто не спит и те, кто с нами в столь поздний час и те, кто будут с нами до утра, до последнего матча сегодняшнего дня Элиги. Ну, у нас ночь Элиги, не день, это день в Америке. Я вас всех еще раз категорически приветствую. Спасибо, что вы с нами. Мы будем жечь до утра и пока команды Найпи реально вот на карте оверпасс на головы две выше. Хороший тайминг для боди. Нужно включение РПК и только РПК мог спасти опять ситуацию снова. Найпи выходит туда, где два игрока у защиты. Абсолютно жесткое чтение позиции оппонента. Либо это суперудача, но у французов явно что-то не так с координированием, потому что все раунды, которые НИП забирали, они забирали опять же в большинстве, выходя на точку против одного или двух игроков. Вот если касаться Аплента, там все чуть по-другому было, но здесь реально феноменальный заход. Уже, по-моему, третий раунд вот такой мы видим на базе Б. Так, Г2, смит, что ж, выход на выбивание из-под девяти его встречает Гидрайт Форест, закрывает в этом раунде последним флагом по Шоксу это очко и по идее НИП сейчас в суперкомфортной... Это очко, которое они взяли. По идее, сейчас НИП в суперкомфортной по счету форме. Все, что нужно, это не потерять нить к игре. Шокс, его замечательная бейсболка-помогалка. Ну, что-то пока не очень помогает. Действительно, первая половина пока что идет под полным контролем NIP. Доминация здесь просто тотальное превосходство шведов над французами. Итак, последний раунд первой половины 12-3 или 11-4, а уж дальше в атаке французы постараются ну, показать такой же содержательный кейсик, ну, только за сторону террористов. Отмечу, что одна пауза только была за сторону защиты у Г2, и то это была техническая пауза. Кстати, да. Как бы две паузы по идее остается еще в запасе, но пользоваться ну, либо сейчас, но уже поздно. Ну, если знаешь, вот по счету риск в том, что если они не берут пистолеты, то велика вероятность того, что игра закончится очень быстро. Шведов, кстати, в Америке, как обычно, прет. Тоже не могу понять, почему NIP не могут отыграть где-то на голову выше. Ой-ой-ой-ой. Ну, если Адам Фрайберг попадает в такие штуки, то, по-моему, в матче все ясно понятно. Это просто колбаски надыхает. Здесь реально тут кукли сидит и завидует сейчас тому, что происходит. Ну, подожди, Скрим еще не сказал своего последнего слова или все же сказал? Вот здесь, по-моему, Форест затыкает рот Скриму и говорит... погоди, остался, остался самый уставший игрок команды G2. Он всегда... Вот когда ты сказал ус, я подумал, самый усатый, но почему... Уставший, уставший. Так, уставшие усы команды G2. Так, смитц. Подустал, реально. Обычно, знаешь, вот он вы... Каждый чемпионат я смотрю G2 и смитц, вот он выглядит всегда так, как будто сейчас он упадет в обморок. Итак, что ж, ну, хорошая половина для команды NIP, опять же, плохая половина для команды G2. Ну, знаешь, есть моменты порадоваться. Вот, то, что касается ставок наших аналитиков, да и, в принципе, наших, пока что угадывают все, кроме тебя. Ну да, все, кроме меня, но мы не видели еще вторую половину. Да, и вот здесь, знаешь, хотелось бы добавить, что, ну, вот мы ждали действительно какой-то равной борьбы на карте оверпасс. Пока что в одну калитку шведы уносят команду G2 и вот проснутся ли французы? Это, наверное, основной вопрос к Шаксу и его тиммейтам, но пока что, ну, забегать вперед не будем. Усы Гидрайта делают все возможное и, ну, с Митсу просто некуда деваться. Усы Гидрайта заполонили мир. Заполонили мир, просто, друзья, новая фотожаба, новые мемы. Но это все и лига, друзья. Перед и лигой можно и отрастить, как говорит, наверное, Гидрайт каждое утро. Тем не менее, вторая половина... Отрастить усы или запустить усы? Опускают бороду, а запускают червя, а усы отращивают. Друзья, пистолетный раунд, собственно говоря, мы сейчас его не можем уже спрогнозировать, потому что счет действительно, ну, наверное, морально разложил французов полностью. Ну, подожди, пистолетный раунд? Ну, да. Ну, то есть, они не готовы на все 100 к пистолетке, потому что вряд ли получится что-то сделать. Ну, это было эффектно, я не мог просто не насладиться. Действительно, максимально приятные ощущения, когда ты гравитационно падаешь вниз, но очень круто. Друзья, продолжается эфир Елиги, мы надеемся на камбэк от команды Г2. Ставка Сопова горит, причем полыхает со всех сторон и сейчас скрим должен брать... Я просто, я просто хотел отличиться, вы все ставите на ним, как будто, да, это шведы, шведы затащат. Ну, заметь, все мы ставим, то есть, вот, как происходят ставки? Мы делаем их абсолютно, ну, скажем так, инкогнито. Никто не знает, кто на кого поставил. Особенно я не знаю. Ну, он знал, потому что я ставил при нем, но он уже свою ставку сделал и мне об этом не говорил. Вот, когда Петрик оглашал все ставки, ну, я действительно верил, что французы, французы, ну, не будут команды, которые будут выбирать наши аналитики. Итак, сравнение, сравнение гидрайт эскрима на вашем экране, друзья. Усы против бороды, кстати. Да, усы против бороды. А заметь, это такое комбо. Одному добавить усы, второму бороду. Слушай, надо зафотожабить скримусики. 12-3, друзья. 12-3 счет после первой половины. Вот она пистолетка, на которую морально французов может просто не хватить. И что, что будут сейчас делать ребята из Г2, реально для нас большая загадка. Ждем звуки. Подозреваю, что они попытаются сыграть, ну, быстрый раунд и, возможно, даже с каким-то двойным маневром по карте. Просто здесь нужно действительно что-то особенное. То есть, я веду к тому, что в таком раунде играть банально, просто нельзя. Нужно какой-то туз из рукава доставать и цепляться за пистолетку. Опять же, только пистолетка, друзья, сейчас может помочь Г2 вернуться в строй, скажем так. И, судя по выражению лица Смитса, он не совсем готов к этому. Где же звуки? Блин, ну, почему настолько жестоки операторы Елиги, почему постоянно усы гитрайты? То ли мы обращаем на них такое внимание, то ли то ли они просто притягивают взгляд и от этих усов нельзя оторвать. Эй, люди, поднимите руки, если вы не слышите звуки. Кстати, все ведь хорошо начиналось. В первой половине на корте Оверпасс народ кричал и аплодировал стоя звуки, звуки на Старладере. Ну, теперь звука нету на Старладере, потому что нам надо было комментить больше. So sad. Вот я сегодня такой... Сопыч, давай... Я сегодня отсутствие звука понял в том, что нам нужно больше комментировать. Битбокс. Битбокс. А это Алисун А это пу-пу-пу Усики-усики-усики-усики Не похоже на Гитрайта Очень не похоже Усатый швед разбирается с первым соперником Но дальше залетает от скрима и рпк И вот в этой ситуации французы должны браться за этот раунд Звук включите, пожалуйста Пожалуйста Сложно Сопов Не гори Почему горит Сопов? Вот кто-то задавался таким вопросом А я вам скажу, у Игоря отняли Огнетушитель Было Было очень неприятно Игорь плакал, Игорь паниковал Тем не менее, подгорает Сопов каждый раз А А на этот раз Сосо Сосо Форест Один против двоих Раунд спасти Форесту не удается И это, возможно, тот самый камбэк, о котором мы говорили Подсобрались И звуки появились Сопов, ты докричался Я вежливо попросил Включить нам звуки Итак, повтор Кстати, вот момент интересный был Не разобрались сразу с тем, что два спарыча Кстати Что могу сказать Что 6,5 тысяч зрителей Могут действительно быть твоими свидетелями Ты культурно и очень четко и ваконично попросил Включить звук Включить звук Ничего больше Ничего больше Я бы еще мог попросить кофе И принести мне газетки почитать Но не стал этого делать Итак, продолжается матч И выход на длину На этот раз уже от команды Г2 Ну, опять же Суперуверенно проходят они Оборонительные первые позиции Кстати, заметь Вот точно так же Уверенно Шведы справлялись Против экономических раундов Команды Г2 Ну, надеемся на зеркалку Надеемся на действительно полноценный камбэк И вообще вот хотелось бы Вот в начале матча написал Что хочу увидеть неизикатку И пока что Ну, мою просьбу По крайней мере французы не услышали Но надеюсь во второй половине Все изменится Годрайт Елига Вот пишет Пив Бывший тиммейт Гидрайта Ныне запасной игрок команды НИП Если я не ошибаюсь Ну, опять же Он может пока что только болеть За своих Одноклубников 12-5 12-5 Г2 будут бороться Кстати, вот по счету Опять же Мы видим здесь абсолютно зеркальную игру В плане раундов против эка Если уже Ну, пост пистолетки смотреть Ой-ой-ой-ой Залетает на зигзаге Вспомни просто счет Который был в Киеве Там вообще было жестко Ты видел, что сделал РПК Он просто сквозь коктейль Молотова несся И, знаешь, это Ну, может плохо закончиться Для команды Г2 Ну, вот как-то надо сейчас Два в три ситуацию спасать Будя занимает Оптимальную позицию Для того, чтобы быть Ну, чтобы сыграть непредсказуемо У него, в принципе, все может получиться Приходит его тиммейт И вот здесь самое главное Не проповтыкать с банками Если с банка зайдет игрок Защита будет плохо Нипы, кстати, уже торопятся Понимая, что Ситуация будет доигрываться Прямо сейчас И вот это тупики, друзья В какой провал попадают французы 13-5 И пистолетку В руках с юспами По 250-й без арморов Берут ребята из ИНИП Посмотрите, что Вот в арсенале Ничего просто не было И все, что нужно было делать Год-2 Это спокойно сыграть АКонтакт Кстати, герои Этого раунда на ваших экранах Это ГЗИС Три минусовые исполнения Французы Казалось бы Раунд, который невозможно проиграть Но почему-то сыграли Как-то необъяснимо Вот, знаешь РПК пересмотрелся Водов Зевса Он почему-то решил Что он не горит в огне РПК просто зарегался ВКонтакте Подписался на него Что это было? Реально, да Зашел в огонь Просто настолько глупо При этом получил реально Люлей Очень таких мощных Да он пока добежал до двери Он сгорел Да, это полный какой-то провал был Так, Макелеля Детская площадка Ее миновали игроки команды Г2 Походу снайпер шведской команды Может сейчас оказаться в спине И просто всех по попе отштопать Вот это заход Это на миллион долларов Их от на медле не пускает РПК И Макелеля начинает раскрываться Открывается по первому Понимает, что там есть еще Гуси забирает второго Знает, что там третий Третьего и четвертый По инфе успевает его забрать Но один в четыре И для РПК Это смертный приговор 14-5 Вот это жесть Да, богоподобный поджим От Макелеля И походу Это ГГшечка 14-5 Отсутствие экономики У Г2 Ну, знаешь, французы Сопыч А Ты-то не сгорел А соточка Повыхает Это ж не моя соточка Мне ее подкинули С ней ничего все равно не сделать Кроме как ее поставить Я и поставил На тот случай Если вдруг Г2 Вот соберутся И все-таки обыграют Вот знаешь Костян красавчик В этом моменте Он поставил на победу шведов Да еще и выбрал Тоттал меньше раундов Я точно тебе скажу И Нипы точно не подвели Я точно тебе скажу Что Г2 еще У них еще будут шансы Побороться за выход из группы Ну, это понятно Только вариант в том Будут это либо поляки Либо команда Нипснова Либо Эхо Фокс Которые могут случайно удивить Но, опять же Вот следующий матч Нам уже откроют Опять же Ответы на все Вопросы группы Кстати, вы знаешь После финала СЛА Лиги Сезон 2 Французы действительно Как-то подздали Ну, знаешь Вот их там действительно Очень им морально тяжело было И тот финал Для них незабываемый Именно тем Что когда они Я уверен Они это смотрели Когда они смотрели Демки Они точно расстроились Ведь все По таймингу И даже по прицелу Сводилось там На третью карту Должны были быть фраги Должна была быть Третья карта И вот не хватило Чуточку Вот совсем чуть-чуть Не хватило тогда Но после этого Да, чуть-чуть подустали Но, опять же Вот, например Если брать Г2 и Нип То Г2 играют Куда больше чемпионатов Чем команда Найпи И Подустали, я думаю Парни Опять же Плюс вот Нестабильность Опять же С пятым игроком Так, подожди Тут еще не все До конца ясно Форест погибает От рук Скрима Подарил девайс Французу Точнее, бельгийцу А вот Майкель Точно так же Дарит шансы Дважды марш с АВП Это выход на Аплэн В исполнении Г2 Но, правда Усы пройти Невозможно Да, Усы пройти Невозможно Операция Усы Элисунда И Шокс остается 1 в 3 Усы Богоподобны Ну, знаешь Вот здесь французам Не хватило где-то вариативности Ведь вскрыли Оборону Аплэнта Точнее, убрали Там одного игрока Соответственно Стяжка шведов Была молниеносной В направлении база И вот здесь Французы должны были задуматься А стоит ли продолжать Действовать На Ну, в направлении Этого же Плэнта Реально согласен Можно было просто Развернуться Еще на 40 секундах Ну, на самом Флипсайд тактикс Здесь точно Отошли И сыграли бы А по-хорошему Тут было 2 в 5 И Элисун Сделал раунд По идее, да По идее Все именно так и было Даже несмотря на то, что Майкереля промазал 3 И четвертую только заассистил По идее Ну, гидрайд 23 на 10 Он реально Сегодня просто Снокошибателен И мы знаем почему Мы это видели У нас опять куда-то пропадает Тогический звук Ну и Только не гори Только не гори Не горю Игорь Так Ну Что ж В ночной тишине При свете дня О Звук опять появился Камбэк Ошибка от Майкеля Ну, такое мы уже видели Правда, забирали до этого Товарища Фореста Но Раунд Г-2 Все же проиграли Ну, тут раздобыли более полезный девайс Ошибка от РПК Погибает тот рук Адама Фрайберга Ну и уже в равных силах Французы Опять движутся В направлении Апланта Зная, что Адам Фрайберг Поджал БПН Ну, знаешь, вот По подходу можно сказать Что французы Реально морально Они настолько Флоднокровные Как шведы Шведы каждый матч Могут отыгрывать Вот именно в таком формате А все остальные Непонятно Вот неясно Видел или Смит Сейчас отход Гидрайта С подсадки Опасный момент Гидрайт первый Второй Зажимает третьего Попадает по голове Опять усы Гидрайта Минус 4 В последнем правде Просто Богоподобные усы Забирают Последний раунд На карте Оверпасс Изи-катка Для NIP Действительно Ничего не смогли Поделать французы Вот с такой Красой Которую На своем лице Носит Гидрайт Ну, про Форест Бородну молчим Повтор от Гидрайта Последнего раунда Друзья Замечательный прием На последних Не знаю Парах этой карты Ну, у них все хорошо Поздравляем их Они проходят на Финал верхней сетки Будут играть с командой Виртус Про За выход из группы С первого места Опять же Этот матч стартует Вот если верить Хелтворгу В 3 часа По центральноевропейскому Времени В 4 по нашему В 4 часа по Киеву В 5 утра По Москве Друзья Вас сейчас Это еще не все Никуда не уходите Вас сейчас будет ожидать Наша студия-аналитики Аналитики пообщаются с вами Обсудят Ну, Петрик точно Там сейчас расскажет Насколько чертовски Были хорошие усы У Гидрайта И как они все-таки Повлияли на результаты Этой встречи А мы с Юрием Уходим пока что Брить усы И увидимся с вами Уже на финале Верхней части сетки Группы Б Виртус Про Против команды НИП